Здравствуйте, уважаемые коллеги! Доброе утро, друзья! Продолжение следует... Коллеги, здравствуйте! Доброе утро! А подскажите, пожалуйста, слышно ли меня? О, доброе утро, Ирина! Слышно? Отлично! Друзья, всем ли слышно? Супер! Вижу, что слышно! С понедельничком вас! 18 мая мы сегодня на связи. У нас такой сегодня день экзотический. Будем в основном рассматривать маврияки, частично Мальдивы. Очень будет интересный день. Первая половина его. Сегодня с моей очень хорошей подругой, с нашим лучшим партнером мы хотим рассказать о концепции отелей сети Sun Resort. Очень популярная сеть, которую вы все знаете, и я уверена, что очень много раз уже продавали. Вебинар займет порядка 40 минут. Не отключайтесь, пожалуйста. А в 12 часов мы еще послушаем вебинар про самые интересные экскурсии на Маврикии. Поэтому мы плавно из Sun Resort перейдем на экскурсии, и таким образом у нас будет такой комплекс сегодня. Кто не помнит, забыл, не знает, меня зовут Юлия Ковшиченко. Я старший менеджер отдела продукта и ценнообразования компании 2Ukraine. Мои основные направления, которые я курирую, это Мальдивы, Маврикии, Сейшелы, Иордания, Оман и Катар. Будет новое направление представлено в этом году. На этом слайде вы видите мои контакты. Смело обращайтесь по e-mail, по скайпу, кому как удобно. И всегда буду рада вашим вопросам, запросам. Стараюсь максимально всегда быстро отвечать. И разрешите представить Юлечка Строва, старший сейлс менеджер он-винг сервисы. Привет. Как меня? Слышно? Видно? Слышно отлично. Я передаю вам вас в руки профессионала. И желаю вам интересного вебинара. Слушайте внимательно, потому что информация очень классная и интересная. Улья, удачи. Я тоже... Обнимаю тебя, моя хорошая. Спасибо вам большое. Так, давайте я тогда представлюсь. Ну, во-первых, огромное спасибо компании TUI лично моей действительно очень хорошей подруге и нашему партнеру, этой Юлечке Капшученко. Мы дружим уже достаточно давно. Большое спасибо вам за то, что присутствуете на этом вебинаре. И также, еще раз, меня зовут Юля Петрова. Я работаю в компании Onlink Services. Мы являемся представительством таких цепочек, как SexSense, Abiroy, Sun Resort и отелей Raya Wadi, Pimalaya и Intercontinental Kukya. Я нахожусь в Украине, поэтому welcome. Если есть какие-то там вопросы, что-то, пожалуйста, обращайтесь. По любым вопросам, касательно ценовой политики, всего, это к Юлечке. У Юлечки всегда есть самые свежие, самая такая уже актуальная информация по special offers каким-то. То есть все это, пожалуйста, к TUI. Итак, наш сегодняшний вебинар посвящен Маврикию и отелям цепочки Sun Resorts на Маврикии. Я вон только что Юле написала вайбер. Юль, держи меня в курсе по таймингу, потому что я, когда читаю Маврики, все, это катастрофа. Я могу его читать, ну, я не знаю, сколько часов подряд. Маврики – это мое самое любимое направление. Это знают многие, кто знает меня лично, хотя у нас отели по всем, по многим направлениям, и я их все люблю, я их все продаю, но Маврики – это моя любовь. Это действительно, это, ну, не знаю, коллеги, если кто-то был на Маврикии, напишите, пожалуйста, особенно если были в Sun Resorts. О экскурсионке «Богатой Маврикия» вам расскажут в следующем вебинаре, там вас тоже Юлечка передаст в надежнейшие руки, да, как бы, которые очень хорошо познакомятся. Я хочу познакомить вас, так как времени немного, с концепцией отеля цепочки Sun Resorts, отелей, прошу прощения, и также кратко, да, показать, то есть основные, как бы, моменты. Почему интересна концепция Sun Resorts, и почему надо бронировать Sun Resorts на Маврикии? Ну, во-первых, Sun Resorts – это одна из немногих цепочек, которая на самом деле маврикийская, да, то есть владельцы ее именно сами маврикийцы. Солнце. Маврикий – это солнце. И у отелей цепочки Sun Resorts сейчас есть своя такая как философия. Сейчас я вот вкратце, да, вот где мы находимся на Маврикии, озвучу какие-то отели и перейду уже к философии, к концепции. Итак, на Маврикии цепочка Sun Resorts представлена четырьмя отелями – «Ля Пирог» и «Щугар Бич». Это западное побережье. Амбар и Лонг Бич – это восточное побережье, уже Маврикия. Все отели абсолютно разные вообще, то есть они, но каждый из них по-своему уникален, и каждый подходит для, ну, как я его лично рассматриваю, для вот разных. Кто-то это там отдых с детками, кто-то это какой-то отель, это наоборот отдых только взрослых. Сейчас я немножко вам расскажу о концепции, да, и дальше уже перейду об отелях. Чем интересна концепция? Вообще концепцию запустили не так давно, да, называется она «Timeless Memories». Timeless Memories – это, ну, как переводится, незабываемые моменты. А вообще это своего рода, да, это именно такой комплекс у каждого отеля, который состоит из семи направлений, которые, в принципе, и определяют философию курортов Sun Resorts. Вообще, честно, разрабатывался он больше года, и работали там около, там, по-моему, ста сотрудников, да, 12 было рабочих совещаний, чтобы вот вообще утвердить эту стратегию. То есть Sun Resorts Management, да, они поняли, что как бы быть просто потрясающе хорошими отелями – это мало. Надо что-то давать гостям для того, чтобы у них это сохранялось, сохранялось в памяти, чтобы они еще хотели вернуться. Помимо хорошего сервиса, да, там, хорошего пляжа, надо что-то еще. Поэтому придумали вот эту вот программу, да, разработали, да, «Timeless Memories». Первый раз вообще изначально ее начали приводить как бы в жизнь, да, в 2017 году, да, ну, на выставке ATV, там, с ней познакомили в Берлине, рассказали. Ну, и дальше уже, как бы, когда увидели, что идет отклик, что интерес есть, ее ввели в отель. Итак, что такое вот наши Timeless Memories, незабываемые моменты? Ну, первое – это солнечные пляжи. Мы называем Sun Beach. Sun – это Sun Resorts, цепочка солнечная, солнечные пляжи. Второе – это солнечные восходы и закаты, Sunrise and Sunset. Знаете, со мной, почему вот я о закатах, да, у меня с нашим с вами, с одним коллегой, не буду называть его компанию, да, был даже как бы своего рода такой спор. Мы спорили, где красивее закаты – на Мальдивах, на Маврикии или на Сейшел. Для меня Маврики – это самые красивые закаты. Поэтому Sunrise и Sunset. Везде, видите, присутствуют Sun, Солнце и название цепочки. Дальше. Роскошные солнечные мгновения – Sun Luxury Moments. Дальше. Солнечное искусство миксологии – это Sun Mixology. Детально я уже пройду. Потом солнечное детство – это Kids Sun. Солнечные гольф-поля – это Sun Golf. И лаборатория солнечных воспоминаний – это Sun Memory Love. А гольф-поля – это цепочка отелей Sun Resorts. Ей принадлежат Тамарин Гольф Клуб. И те, которые гости отдыхают у нас, да, в наших отелях, для них это бесплатный трансфер. И специальные уже идут для них, уже идут как бы различные опции, да. Итак, теперь я расскажу именно подробно уже о каждом. Sun Kids начинают. Детки, да, всё-таки, 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 всё больше и больше людей начинают путешествовать с детьми. Маврики – это такое направление, в котором, ну, с детьми вот просто идеально. Я, ну, у меня как бы самой сын, уже 12 лет, и я всегда смотрю вот на отдых через призму вот ребёнка, да, вот как будет отдыхать матери с детьми, вот комфортно, некомфортно. Маврики идеально подходит для отдыха с детьми. И с сервисом, и экскурсионной программой, то есть всем-всем-всем. Поэтому Sun Kids во всех наших отелях, за исключением одного, о котором я расскажу, есть детские клубы. Причём это не просто детский клуб, куда там вы там привели, там что-то он там сидит. С ними очень-очень много занимаются с детками. С ними просто всё, да, там для них. Это и кукинг-классы. Во-первых, наши детские клубы очень большие сами по себе. Там и бассейн, и всё это, и буфет. То есть деткам дарят незабываемые мгновения. Как сказал один из наших генеральных менеджеров, дети – это наши клиенты в будущем. Поэтому надо им доставить сейчас такой отдых сделать, оставить им такие тамлись memories, чтобы дальше они это вспоминали и, соответственно, вернулись туда, где им хорошо. О гольфе, сангольф я уже озвучила. Теперь вкратце пройдусь по отелям и остальные солнечные пляжи. Ну, как бы это мы понимаем, что путешественники приезжают на Маврики. В основном, да, это как бы богатством насладиться острова, и это пляж. Восходы и закаты – это Sunrise, Sunset я уже озвучила. Солнечные мгновения, Sunluxury Moments – это то, что мы даём нашим гостям. Это и различные декорации, различные праздничные мероприятия, различные ярмарки, мастер-классы, маленькие подарки, которые мы делаем каждым из наших гостей. Vixology – это у нас приглашённые бармены, которые делают потрясающие коктейли. И я вам скажу, на курорте Long Beach Resort при Чекине вы сами себе делаете коктейль, правда, безалкогольный. И, конечно же, да, конечно же, не без этого, да, это лаборатория солнечных воспоминаний. Что это? Мы все хотим запечатлеть наш отдых, наши фотографии, то есть наш отдых, всё это в фотографиях. Не всегда мы хорошо фотографируем. Ну, девочки всегда что делают? Просят фотографировать, ну, мужчин. Не всегда это хорошо получается. В отеле Xan Resort есть, а, фотографы, б, есть все возможные камеры, которые вы можете взять на прокат. GoPro и фотоаппараты, всё, что вы хотите. Именно для того, чтобы вы могли полностью вот эти вот ваши эмоции, чтобы вы могли их запечатлеть. Мы для этого делаем всё. Итак, теперь переходим немножко вкратце по отелям. L'Apiroc – один из самых популярнейших отелей на рынке Украины. Да, он очень хорошо продаётся. За это мы вам очень-очень-очень благодарны. А вообще, знаете, у Xan Resorts философия, да, это boho chic. Ну, то есть boho chic, да, это как, ну, вот такая вот богемная роскошь переводится. Как они говорят, для тех, кто молод не только, ну, то есть, вернее всего, не по паспорту, а для тех, кто молод душой. L'Apiroc – один из моих также любимейших отелей. Вот здесь вот эти вот три фотографии, за исключением пляжа сверху, в этом коложе. Это мои личные фотографии. Потому как L'Apiroc, он находится на западном побережье. Ехать от аэропорта порядка 50 минут, но на самом деле в любую часть, на любой побережье ехать приблизительно столько же. И я очень люблю западное побережье. Вот мне вот на нем очень комфортно. Мне нравятся пляжи западного побережья, мне нравится температура западного побережья. И почему я люблю вот L'Apiroc? Потому как все размещение выполнено отдельным бунгало, да, они небольшие. Но L'Apiroc – это настоящий вот маврикий. Он яркий, он в таком стиле, да, потому как пирог – это пирога, лодка перевернутая. И вот здесь у наших таких вот бунгало вот такие вот крыши. И когда вы вот внутри видите, какое вот все яркое, все такое вот как раз олицетворяет маврикий. Маврикий – это праздник, это отдых. Поэтому вот L'Apiroc для меня это идет вот олицетворение. Реновация закончилась в 2017 году, поэтому он абсолютно новый, абсолютно свежий, ждет своих гостей. А есть у нас помимо стандартных, да, есть у нас Senior Suite, который для уже более больших семей. Рестораны. Отдельно, да, ресторанов на курорте вообще у нас получается шесть, да. Также у нас есть и новый абсолютно динный погреб. Что очень важно отметить, я уже забегаю вперед, да, то что L'Apiroc и следующий отель «Щугорбич», они находятся на одной территории. Гости, которые проживают в L'Apiroc, они имеют право ходить и пользоваться ресторанами «Щугорбич». И, соответственно, наоборот. У них идет общий пляж. На территории отделяется только таким, вы знаете, как рамка такая, как мы, ну, смеемся, говорим, границы, переходим через границу. У них общий спа, тренажерный зал, у них абсолютно разные детские клубы, но детские могут ходить туда-сюда. Так же, как и взрослые в ресторанах. После реновации у нас открылось вот это потрясающее место с такими вот голубенькими диванчиками, да, как вы видите, на пляже отдых такой. И вечером зажигается там костер. Именно вот такой вот, знаете, маврикийский такой дух. Вот это потрясающее место для всех, кто любит вино. Ну, не только, да. Там в Афе там вино. Здесь на этих часах написано «No wine before nine». Ну, конечно, вас ждут там и раньше. Но мне очень понравилась концепция, как это сделано. Вот вы заходите, у вас на столе лежит очень много закусок, да, как бы различных. И это как тестинг. И дальше вот такие вот, видите, здесь краники. Вы покупаете карточку. Там же прямо минимально это 15 евро вы на нее кладете. И выбираете себе, что вы хотите себе, что вы хотите себе налить, какое вино. Ну, хотите всех по чуть-чуть, хотите бокал там целый. И уже далее тестируете. Это также вот моя фотография, да, как бы ресторанов и вот обновленного лобби. Активити, с которой мы организовываем. Все возможные. То, о чем я озвучивала. Вечером играет потрясающая живая музыка, где можно потанцевать. Детки танцуют. На пляже зажигаем костер. Наши бармены миксолджи. То есть, понимаете, Ля Пирог – это очень такой вот активный, такой вот атмосферный отель, который подходит абсолютно для всей семьи. А также у нас есть своя звукозаписывающая студия. Ну, мало ли, вдруг у кого-то раскроется талант. Все возможные. Это волейбол. На курорте большой. Вот здесь это, опять-таки, мои фотографии. Да, я фотографировала детский клуб уже. И также на курорте вот такой, как гольф такой вот мини. Да, на курорте теннисный стол. То есть, все на свежем воздухе. А вот как раз здесь виден этот мини-гольф. Для того, чтобы наши гости развлекались, отдыхали. И в бассейне даже есть у нас такая небольшая горочка. Бассейн разделен на несколько зон. Зона джакузи, да, и зона для деток. А СПА, который, как я озвучивала, общий идет на Лиопирог и Шугар Бич. Косметика во всех отелях цепочки Sun Resorts. Это Симфонс. Это очень известный французский бренд. Очень популярный. Теперь, так по таймингу пока норм. Перехожу к Шугар Бич. Вот также следующий очень популярный отель на рынке Украины. Если Лиопирог 4 звезды, Шугар Бич уже 5 звезд. Но они абсолютно разные. И они, на мой взгляд, подходят, у них разная концепция. Вот сейчас вы уверены, что концепция одинаковая, но они по-разному выглядят. И подходят они, на мой взгляд, для разных гостей. Если Лиопирог – это более активное, молодежное, то Шугар Бич подходит. Во-первых, первое по нашей статистике большое количество гостей – это уже достаточно взрослые люди. Также, соответственно, с детьми. Но вот в основном, да, вот уже такая вот категория такая вот возраста. Находятся они на одной территории, поэтому великолепный пляж на западном побережье у них один. И вот здесь вы видите уже accommodation, то есть как выглядят номера в Шугар Бич. Реновация на курорте Шугар Бич проходит по сегодняшний момент. Да, потихоньку мы вот, вот как раз наши новые делакс-румы. На том слайде вы видели, как вот видели, как они выглядели раньше. И вот как они выглядят сейчас. Видите, сделали их более светлыми, более такой уже новый, новый такой вот интерьер. Здесь это наш свит, который подходит для семей с детками. И здесь, в отличие от Ля Пирог, где у каждого своё бунгалка, да, здесь идёт двухэтажное как бы здание. И идут, то есть двухэтажные такие корпуса, да, есть бунгало как на первом, это же так и на втором. А это идёт как бы от основного. А те, которые максимально близко к пляжу, то есть бичфронты, да, они уже идут одноэтажные. Поэтому, если ваши гости хотят быть максимально близко к пляжной линии, то тогда они будут жить в одноэтажных. Вот здесь вы видите, что важно. У нас здесь также один из потрясающих французских ресторанов страны. И так, как я озвучила, гости могут ходить туда-сюда по разным ресторанам. Ещё у нас здесь открыт Будда-бар. А Будда-бар, который тоже для наших гостей, там фейерверки, всё, вот вся такая вот активность. А это вот фото нашего французского ресторана «Ситронель». Потрясающая кухня, просто действительно потрясающая. Она и красивая, она и вкусная. И также, да, вечером у нас живая музыка, миксологи. То есть всё абсолютно для наших гостей, чтобы у них были memories. Водные всевозможные круизы. Джетти у нас идёт один, да, он находится как раз со стороны Ля-Пирог на пляже. Ну, а так, как я озвучивала, все абсолютно активитис возможны как на одном курорте, так и на другом. И гости могут ходить туда-сюда и пользоваться. Следующий. Амбар. Амбар, он выделяется из всех. И почему? Амбар – adults only. То есть только взрослые. Мы изначально, знаете, я как-то, когда мы только начали представлять цепочку отелей Sun Resorts, когда приехала на Маврики, смотрите уже, да, маврикийский отель, я тогда вначале так, м-м-м, только взрослые, только как-то вот чё-то не то, да. Но потом, когда я уже побыла на этом курорте, и дальше, когда вот уже статистикой занимались, смотрели всё это, мы видим, что Амбар очень популярен. Ну, во-первых, есть достаточно большие молодёжные компании, которые не хотят семейные курорты, да, которые, ну, вот, хотят немножко другое что-то. Амбар работает только на all-inclusive. Чекин очень смешной в Амбаре. Вы приезжаете, у вас у нас идёт так вот, как заходится только такой, как бар, где там чай, там кофе, там такие вот закусочки, пиво, и вот вы пока там сидите, да, у вас как раз такие чекинят. Амбар находится уже на восточном побережье. Также, когда я была на курорте, там была совершенно потрясающая, как я говорю, свадьба мечты. Я не знаю, не помню, откуда они были, то ли из Хорватии, то ли из Словакии, ну, вот, с Восточной Европы пара, и там было их там буквально 6 или 8 друзей, и вот возле бассейна они как раз организовывали такую вот, как свадебную вечеринку. И наша вот идёт accommodation. Амбар также идёт 4 звезды, а он также идёт в корпусах, то есть, но у каждого на первом этаже терраса, те, кто на втором этаже, также своя очень большая такая терраса. Вот идут наши стандартные номера у нас, и вот это идёт наш свит. Чем отличается свит от номеров? Это то, что два номера, да, абсолютно одинаковых, они между собой как бы как такие, как законнектенные, и между ними идёт большая гардеробная. То есть, можно зайти и с этой стороны, ну, то есть, с разных сторон как бы корпуса. Вот этим отличается свит. А кухня, ну, как я озвучила, мы работаем на all-inclusive, поэтому здесь у нас есть всё. Потрясающий итальянский ресторан, просто невозможный. Все возможные activities, какие только хотите, даже есть спа на свежем воздухе, такая вот беседочка, где можно, не только спа, можно просто отдохнуть, полежать для наших, то есть, нашим гостям. Все возможные пляжные активности. Это мои личные фотографии. Вот это timeless memories. Если вляпирог оставляют гостям, ну, вот напоминание, девушкам оставляют парайотку большого ярко, мужчинам футболочки с надписью, да, там, Амбар, везде во всех отелях Sun Resorts вам даются такие вот бутылочки с ромом, потому что ром очень популярен, да, это одно из, то, что на Маврики, все ингредиенты, и написано, как. И вы себе сидите пока, там, смотрите перед ужином, да, ждете себе закат и делаете себе коктейль. И косметика, вот здесь вы видите, да, если в спа у нас идет Сент-Монс, то в отелях она идет, изготавливается специально для наших отелей, она идет с разными запахами. А если, например, в Sugar Beach, что у нас там, Лила, по-моему, да, здесь у нас Маринго, вот как раз-таки Маринго, вот запах такой активный, он олицетворяется, да, вот с таким вот активным Амбар. И вот что вам, что вот они кладут, это, ну, такой как шипец, да, это свечечка, очки беленькие, и вот сумочка, и вот такой наш Амбар. Итак, Амбар у нас Adults Only, детки до 16 лет не принимаются вообще. Поэтому, если у вас есть клиенты, которые хотят, это там, не знаю, молодые или наоборот, хотят там в какой-то компании поехать именно, ну, потому что у нас там ночной клуб есть, то есть именно так отдохнуть, это Амбар. Следующий, один из самых, я бы так сказала, да, интересных, необычных отелей – это Long Beach. Long Beach, его название соответствует тому, что так и есть. Полтора километра пляж. И весь отель, да, вот он как раз-таки, он не идет в глубину, он идет вот так вот в ширину вдоль пляжа. Это восточное побережье. Очень-очень частые вопросы касательно пляжей на восточном побережье. Кто-то любит восточное, кто-то любит западное. Я всегда говорю так, как есть, да, за уже 7 лет работой в компании, я люблю больше западное побережье, но восточное – оно красивее пляжа. Там этот более беленький песочек, там намного больше вулканических вот этих вот красивых камней. Я очень люблю живой пляж, я не люблю искусственные пляжи. И вот в Long Beach это именно такой, то есть есть лагуны, да, где вот вообще просто идеально. У меня очень много моих личных фотографий оттуда есть, где вот живой, где вот эти вот вулканические как бы камни уже идут. Long Beach, он идеально, это 5 звезд, да, он топовый, он идеально подходит для семейного отдыха. Здесь он яркий, активный, то есть если хотят молодые потусить, окей, потому что у нас тоже ночной клуб, у нас приглашенные диджеи, клуб у нас звукоизоляция, у нас приглашенные диджеи, да, которые вот помогают настроиться. И вообще курорт, он действительно необычен, он очень стильный. Вот это мои фотографии, да, вот видите, такой вот у нас лобби стильный, очень большой. В лобби у нас не каждый день, но играет диджей, такую челлаут, такую вот музыку, да. Вот это, как я говорила, вы делаете сами себе коктейль, вам приносит такой шейкер, пока вас чекинят на курорт. И вот очень много вот таких у нас идет здесь скульптур. То есть, знаете, такой у него достаточно современный, такой у него дизайн. Это уже незабываемые моменты. В номере вот лично у меня была вот полностью эта шоколадная туфель, тогда с кучей конфет. Ну, стараются, коллеги с отеля вообще стараются очень узнать, да, и спрашивают, что гости любят, что гости предпочитают, что вот, чтобы удивить, чтобы дать вот именно вот эти timeless memories для гостей. Ну, вот меня вот знают, что я сладкоежка, и мне поэтому вот такое. Также, естественно, ром. Обязательно, обязательно. Уже когда вот вы заселились, вот мы утром приехали с моей коллегой, ну, мы жили как бы раздельно, да, вот мы заселились, там пошли уже на пляж, естественно, первым делом, куда мы идем? Мы идем на пляж. А потом уже вот нам ближе к ужину принесли, принесли нам ром. И мы сами себе делали коктейли. Это мои личные фотографии, чтобы вы могли видеть. Вообще, так как курорт очень большой, вся какая-то активная жизнь расположена возле бассейна. Называется пьяца. Идет такая площадь, там по выходным приезжают, делают как-то такую ярмарку, где гости могут пойти там посмотреть, что-то купить у местных торговцев. И все рестораны расположены так же и лобби, да, вот вокруг этой пьяцы для удобства гостей. А бассейн, он состоит из нескольких зон. Все абсолютно разные. Но посмотрите, какая красота. Вот здесь даже кусочки территории. То есть курорт очень большой. По территории можно гулять, гулять, не перегулять. И наслаждаться возле бассейна. И вот сразу возле бассейна идет уже выход к пляжу. Это также мои личные фотографии. Это второй пляж, о котором мало кто что знает. Почему-то никто его не показывает. Никто его не показывает, этот пляж. Но я вам о нем расскажу. Итак, это пляж называется Sun Beach. Это идет второй пляж курорта. Второй пляж курорта идет. И он, если вы стоите лицом к водичке, то он по левую руку. Это очень маленький пляж. Называется, вот видите, Sun Beach. Здесь вот такая вывеска, да, If you are not barefoot, then you are overdressed. То есть если вы обуты, да, на вас очень много одежды. На нем вот таких вот идет несколько буквально кабанов. Значит, резервировать эти кабаны, в принципе, надо. Они обслуживаются все. Но, знаете, можно попробовать и не резервировать, а просто прийти и лечь. Потому что очень мало людей там вообще о нем знают и там находятся. А так как основные гости Маврикия в целом как направление, да, это все-таки идет Германия, это Англия, это Франция, они больше сосредоточены на купании в бассейне. На пляже больше сосредоточены как бы мы, нам нужен пляж. Поэтому, а он находится достаточно как бы в отдалении от корпусов, от того, где проживают, ну, то есть где все проживают. Но он потрясающий. Вот здесь вы можете увидеть, да, на моих вот слайдах, какой он маленький, такой уютненький. То есть на пляже вы можете находиться, прийти вот лечь хоть на песок, да, если хотите. Но если вы хотите, чтобы вас обслуживали вот эти вот кабаны, да, чтобы вам там принесли какие-то закуски, напитки, это, конечно, надо заранее. Но это одно из романтичнейших таких вот мест. Это наша accommodation, да, это наши стандартные. Вообще номера идут одинаковые. У нас идут корпуса двухэтажные, да, и идут вот так вот друг на друга номера с очень большими балконами, очень большими террасами. И есть отдельно наши свиты, они идут одноэтажные. Точно такие, и у них идет выход на свою, вот, family suite, да. Вот здесь вы можете, сейчас я возьму указочку, и вот здесь вы можете видеть, да, вот мои указочки, вот выход у них идет, ну, на как бы первый у них идет этаж, да, и они, то есть уже как бы дальше своя такая у них идет как лужаечка. Рестораны потрясающие. Ресторан такой вот восточной кухни, да, японской суши. Кухня всевозможная. Мы регулярно приглашаем наших ведущих мишленовских поваров, шеф-поваров, и они каждый в течение вот определенного времени готовят для наших гостей и кукин-классы. Даем это абсолютно бесплатно для наших гостей. Вот наш первый, да, это Лайан Леви. У него одна мишленовская звезда. Это я здесь так пройдусь уже быстренько, да, по нашим мишленам, мишленовским нашим. И вот это один из популярнейших шефов, чейфа Антони Хэр, потому как он сам маврикеец. Это большая редкость. И вот у него мишленовская звезда, и вот он готовит для наших гостей, делает кукин-классы. Велбинг. Вообще, Лонг-Бич, он безумно активный. Я таких активностей не видела нигде. От скалолазанной вот этой вот, как она, гора, ну, в общем, вы поняли, где там надо лазить, да, футбольные поля, баскетбольные поля, теннисные корты, огромнейший тренажерный зал, он не просто огромнейший, куча там всяких этих теннисных столов, вот этого всего. Для детей все это вынесено, то есть это не в центре, не в сердце курорта, да, а вот чуть дальше, чтобы предоставить приватности. Велосипеды, куча там различных этих вот автоматов. Плюс вот Оливия Акуни у нас, которая разработала свою программу, да, по фитнесу и помогает нашим гостям. Вот Сесиль Дженсен, она выступала за французскую олимпийскую сборную, да, она для наших во втором бассейне в маленьком, кратко скажу, у нее была травма спины очень серьезная, она не могла ходить ничего, и вот для нее разработали комплекс упражнений, которые помогают для спины. И поэтому для наших гостей бесплатно, абсолютно, да, по расписанию они могут прийти, там в основном, когда я была, пожилые люди, и она вот им подсказывает определенные упражнения для того, чтобы у них для спинки было, ну, было полезно, да. И дальше уже, если они там все, им отправляют на электронный, на электронный. Вот как раз это вот моя тоже фотография, вот в маленьком бассейне, вот она вот помогает людям восстановиться. А также всевозможные очень известные, да, вот эти бармены, которые путешествуют, они также есть у нас на курорте. Вообще коктейли нереальные. Цены очень часто меня вот звонят, да, там даже там, ну, вот операторы, да, как бы агенты говорят, Юр, какие цены? У нас есть меню, могу прислать. Но хочу сказать, что коктейль, в принципе, ну, такой, большой такой, начинается где-то порядка 10 евро. То есть вполне абсолютно нормальные как бы цены. Ну, если учесть, что вы на Маврикии в пятизвездочном отеле в одном из ресторанов. Потрясающая живая музыка. На пляце большая такая площадь, где действительно все танцуют. То есть атмосфера праздника. Sun Resorts и Long Beach – это вот наши уже диджеи, которые также приезжают, наши резиденты в ночном клубе, который также есть. СПА – очень большой комплекс, очень, с отдельными зонами. Выход на вот такое вот озеро, вот личное. Ну, вот моя фотография, да, как выглядит. Потрясающие процедуры. Все возможные, какие вы только хотите. Вот это тоже я фотографировала. И после этого вы можете выйти, это вот как раз на свежем воздухе, с видом уже на озеро, если море с одной стороны, да, как бы курорт, а озеро с другой. И вот здесь вот просто, даже если вы не хотите в СПА, процедуру вы можете просто прийти сюда и лечь в этой вот такой тени, в такой прохладе деревьев и насладиться отдыхом. Как вы видите, из вот моих личных фотографий, очень, очень зеленый курорт. Timeless memories – рамка. У всех есть фотографии в этой рамке. У меня тоже есть фотография в этой рамке. И знаете, там вот эта рамка, она настолько популярна, она находится возле бассейна, близкая к пляжу. Там чуть ли не очередь. Вечером, особенно когда там уже перед всей вот этой вот активностями, скажем так, их назовем, идет чуть ли не очередь для того, чтобы сфотографироваться в этой рамке. Так, как я говорила, пожалуйста, фотоаппарат возьмете себе на прокат, вам дадут его и даже напечатают вам ваши, даже напечатают вам ваши вообще фотографии. Поэтому я даже, видите, практически вложилась в свое время. Активитис, вот как я озвучивала, да, вот эта скалолазная стена, уроки, йоги, вот то, что по расписанию, все идет бесплатно. Каякинг, все, что возможно, да. То есть, как вы знаете, снорклинг на Маврикии, да, бесплатно вас вывозят, и где лагуну, и вы, хотя у Лонгбичи, у него очень интересная лагуна, и есть некоторые такие, да, как бы лагуны, где можно и так просто одеть маску, да, и посмотреть, вы увидите там очень классных таких вот рыбок, интересных. Потому что я хочу сказать о Лонгбиче. Это курорт, который подходит абсолютно всем, даже с маленькими детьми, но именно активным, потому что курорт предлагает, на самом деле, очень-очень много активитис. Ну и плавно перешли к свадьбам. Так вот, как раз в Амбре была свадьба, и я на нее смотрела, и говорю, боже мой, это свадьба мечты босиком почти что, да, с цветами в волосах на Маврикии. Все курорты Sun Resorts с удовольствием организовывают, да, для гостей. И это может быть как просто два человека хотят пофотографироваться, пожалуйста, мы дадим на прокат, да, им любую камеру, даже фотографа, который пофотографирует и сделает потрясающе красивую фотосессию. Конечно, если Майс, также все курорты Sun Resorts для этого подходят. Конечно, в большей степени это Лонгбич, так как курорт очень большой, и у нас достаточно часто там проводятся какие-то различные Майс-мероприятия, так как есть конференц-залы, и возможность, да, за счет его территории все это переделать для адаптации уже как бы гостей. Ну что, я, Юль, я, видишь, я по таймингу прошла. Итак, коллеги, что я хочу сказать, как бы подытожить. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите, я на них сейчас постараюсь ответить. Что я хочу подытожить, то, что Sun Resorts, почему, да, вот стоит бронировать Sun Resorts на Маврикии, ну, во-первых, они действительно там маврикийские, это дух Маврикии, это олицетворение Маврикии, это первое. Второе, отели абсолютно разные, да, это есть и 4 звезды, есть и 5 звезд, также они идут разной концепции. То есть мы можем, Sun Resorts на Маврикии предлагает отдых абсолютно для всех, будь то семьи с детками, да, с маленькими, будь то семьи уже с активными детками, будь то просто молодежь, молодоженные, будь то взрослые, которые хотят вот потусить, да, будь то пожилые люди, которые хотят наслаждаться, наслаждаться живой музыкой и смотреть на костер на пляже, да, вот, которые зажигают, и вот этими просто невероятными закатами, невероятнейшими, поэтому мы предлагаем, мы можем, мы даем отдых, и мы гарантируем незабываемые моменты, timeless memories для всех. Также хочу сказать, пожалуйста, пожалуйста, если будете планировать свой отдых на Маврикии, вы, вот, коллеги, welcome, пишите, обращайтесь, потому что мы не работаем с прямыми клиентами, мы не знаем, что им, вы знаете лучше, на что стоит обратить внимание, что стоит, да, подметить. И я всегда, вот, кто знает, кто вот посещает наши курорты, я там всегда звоню, я всегда спрашиваю, да, потому что для нас очень-очень важно. И, естественно, ну, вы сами все знаете, вы лучше продаете то, что вы знаете, то, чем вы зарядились, да, то, что вот вас, вот как меня, я вот говорю о Маврикии, а у меня вот просто глаза горят, вот все горит, и я уже вот с Юлей, мы переписывались до вебинара, пишу, я туда хочу. Я не могу, я хочу туда опять. Поэтому welcome. Еще раз спасибо вам всем огромное за то, что здесь присутствовали. По всем вопросам, там, ценообразованием все это к Юлечке. У нее все есть. Если чего-то нет, она знает, где взять. Для нее я в любое время суток, и где бы я ни находилась, я ей отвечу и все предоставлю. Ольга, вам спасибо большое. Юлечка, спасибо компании Туи, нашим партнерам, таким фанатам своего дела. Я просто очень люблю это. Спасибо. Поэтому, коллеги, я очень надеюсь, что мы скоро все с вами встретимся вживую. Этого нам очень не хватает. Я вас всех обнимаю. И до встречи, надеюсь, в Сан-Резорс уже хоть так. Вы туда поедете, я там что-то... Если нужны какие-то личные фотографии, пожалуйста, обращайтесь к Юлечке, Юлечка возьмет. Я ей все это предоставлю, потому что их миллион. Хорошего вам всем дня. Сан, хорошего лета. В общем, всем нам всего хорошего. Всех обнимаю. Юлечка, тебя также. Юль, дорогая, я сейчас просто сижу, у меня, если честно, настолько ностальгия меня сейчас накрыла. Я не знаю, как всех, но я настолько проникла сейчас и вспомнила, что у меня что же есть, как бы, Таймс Меморис. И я тут же опубликовала фотографию в Фейсбуке, там, где в Шугар Бич, Ром, который спешили боттл по мискам Шученко. У меня такое, да? И я в чат сейчас нашим друзьям отправила эту фотографию этого Рома, потому что я сейчас начала вспоминать. И показываешь фотографии, а я ведь где была, я все вижу, я все помню. И меня накрыло, если честно. То есть, друзья, я надеюсь, вы тоже так прониклись Юлиным рассказом, потому что, ну, как бы, как ни крути, этот человек умеет преподать и вот влюбить, и показать. Вот, Юлечка, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Как всегда, на высоте я, как всегда, умничка. Вот бы попробовать, Оля, с удовольствием. Я думаю, что мы сейчас вот уже так соскучились по всем этим вот движениям, что как только, вот как только будет открыто небо, мы, наверное, сразу же что-то будем планировать и будем вас об этом информировать. Не забывайте, что скоро у нас вебинар по Маврикию продолжается. Будут самые интересные экскурсии Маврикия. Ссылочку сейчас отправлю вам в чат, чтобы вы ее долго не искали. И спасибо всем большое. Хорошего понедельника, хорошего начала недели. Юлечка, привет тебе, твой город. Спасибо. Ты уже принес. Всего доброго. Ура. Спасибо. Мы с вами. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...